Наш собеседник Ирина Александровна Бутурлина, внучка всемирно известного ученого-орнитолога, охотоведа и следователя севера одного из основоположников природоохранного движения в России Сергея Александровича Бутурлина, который шесть детских лет провел в Симбирске и учился в Симбирской классической гимназии. Ирина Александровна не раз была в Ульяновске, но на этот раз мы с ней встретились в Москве на фестивале Русского географического общества. Лекцию о ее знаменитом дете читала сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея Дарья Фомина. А Ирине Александровне выделили немного времени, где она презентовала свои книги, посвященные деду и другими ее прославленным предкам. Нам с ней удалось побеседовать в перерыве между лекциями. – Была жива бабушка моя, которая умерла только в 1975 году. Довольно много рассказывала она. А вообще, в основном, первое, что я помню, я узнала, что я, оказывается, к старинному роду принадлежу дворянскому. – А когда вы это узнали? – Ну, дошкольница еще была. Мне папа вслух читал Пушкина, вот он рассказал, что у нас общий предок. В том числе и Бутурлина и Пушкина часто упоминались. Это тоже было мне интересно. Потом я увидела в метро на станции Киевское. Мозаикой выложены разные картиночки, если вы узнаете, кольцевое метро. Около эскалатора 1654 год, воссоединение России с Украиной. И как раз Богдан Хмельницкий и рядышком Василий Васильевич Бутурлина, он заглавлял посольство царя Алексея Михайловича в Переславле, когда это все происходило. И потом всегда дома отмечался и день рождения деда, и день смерти собирались родственники. Ну, немножко так я знала, что вроде он птичками занимается. Но гораздо позже уже я узнала, что по образованию он юрист был, а орнитология – это увлечение всей жизни было. Знала, что он охотник, потому что папа мой тоже все время ездил на охоту с детских лет. Дома стояли ружья. Ну, и потихонечку так узнавала. А когда уже повзрослее стало, конечно, я читала о нем и статьи, и разные выступления. А потом и папа сам стал уже заниматься как-то биографией своего отца, ну, потому что ему было 13 лет, когда отец умер. И позже он уже стал собирать свидетельства каких-то его знакомых, учеников, тех, кто хорошо его знал. Уже это были пожилые люди, но что-то они сообщали. Папа это собирал, я все прочитывала, все его публикации читала. Но уже после смерти отца, когда я разбирала его архив, тогда уже наткнулась еще на много нового материала мне неизвестного, а спросить уже не у кого уточнить. Ну, стала сама продолжать немножко заниматься этим. А отец, он орнитологией занимался? Мой отец? Нет, он военный. Нет, да? Он вообще не был такого увлечения? Нет, нет. Охотой увлекался. Ну, он же нерв военный. А у вас есть такое увлечение? Нет, увлечение. У кого больше не было? Я экономист. Я, правда, пыталась поступать на биофак МГУ. Дело в том, что я закончила 10 классов в тот год, когда по реформе после 11-летки опять на 10-летку переходили. У нас получился двойной выпуск. Гораздо сложнее было поступить в институт. А на биофаке, вообще на естественных факультетах МГУ экзамены были чуть раньше. Но я пошла на пробу, провалилась. Потом пошла на экономические. Хорошо. Ваши исследования какие? Вы знаете, это архивные. Я вот теперь думаю, что надо было мне не экономистам, а на эсфак поступать, заниматься архивами. Дело в том, что архив моего деда, научный, вы, может быть, знаете, он был потерян. В 1917 году он утратил практически всё. Возможно, это его подтолкнуло к тому, чтобы личный, а точнее сказать, семейный архив, потому что бумаги нескольких поколений будут урлены, передать на хранение в Государственный исторический музей в Москве в 1925 году. Я приехала, посмотрела, что это за архив. Их 4,5 тысячи листов, чуть больше даже, на разных языках. Ну, конечно, я ознакомилась с тем, что на русском языке. Ну, бумаги самые разные, от 17 века начиная. Вот любые, вплоть до медицинских рецептов, приглашений на бракосочетания. Но в основном письма. И вот я выбрала себе поколение моего деда, его родные двоюродные братья и сёстры, их всего 16 человек было. И вот по документам, которые нашла в историческом музее, плюс то, что дома, плюс масса фотографий, ну, написала книжку, которую, наверное, немножко пафосно называла «Семья на фоне смены эпох». Потому что интересная судьба поколения, ведь это конец 19-го, первая половина 20-го века. Так что именно на их жизнь пришлись тяжёлые события, которые были в России. Хотя первоначально первая половина книжки, то есть не половина, 75% почти, это до 1917-го года жизнь. Очень лёгкая, очень красивая, интересная. Ну, у барышень там одно в письмах, Сергей Александрович уже наукой занимался вовсю, кто-то офицерами становился, мальчики. Но после 1917-го года совсем другая судьба, там и убитые, и ссыльные, и эмигранты. Вот этому посвящена книжка. Пожалуйста. А вторая книга? А вторая – это тоже в историческом музее. Народены были письма, но уже на французском языке. Книжка называется так. «Иван Сергеевич Гагарин. Последние письма сестре 1880-1882 год». Иван Гагарин – это родной брат бабушки Сергея Александровича и всех этих молодых людей. Но она княжна Гагарина рождённая, да? А, кстати, да. Вот. А это её брат, князь Иван Сергеевич. Письма из Парижа в Ясенево. Вы знаете, что в Ясенево была подмосковная, её имение любимое, сейчас это район Москвы. В последние два года его жизни. Вроде бы брат сестре пишет, но это не семейно-бытовые письма. Конечно, там есть упоминания о состоянии здоровья, о племянниках. Но вообще он очень много пишет о политике Франции времён Третьей Республики. Как раз этот период интересный, там очень события происходили. Обсуждают они и внутреннюю политику в России. Как раз конец царствования Александра II, его убийства, пришёл Александр III. Очень много о нравственности, о религии, об образовании. Ну, то есть такие темы, которые, в общем, странно, да, что с бабушкой, старенькой своей сестрой, он это обсуждает, и ей это интересно. С французского письма были переведены. И здесь уже, собственно, книжка – это сами письма. А моя большая вступительная статья о Гагарине. И примечание ко всем письмам, потому что очень много действующих лиц, много событий, которые надо пояснять. Он встречался постоянно с теми соотечественниками, кто ездил отдыхать, лечиться во Францию, в Швейцарию. А сам человек интересный. У него судьба необычная. Ну, вот хотя бы его роль в творчестве Тютчева. В 19 лет он поступил на службу в русскую миссию дипломатическую в Мюнхене. В это время там служил Тютчев. Он особенно свой поэтический дар не ценил, писал на клочках, клочки терял. Гагарин понял, что это талантливый поэт. И когда он приехал в Россию, он побывал в Петербурге, в Москве, он очень удивился, что литературные круги России мало знакомы с творчеством Тютчева. Попросил Фёдора Ивановича прислать стихи, чтобы напечатать их в России. Он прислал и снабдил запиской, что это ваша собственность, поступайте, как хотите. Гагарин тут же познакомился с этими стихами Вяземского, Жуковского, Пушкина. Те оценили как должно. И Пушкин до смерти печатал в «Современнике», а после его смерти, до 40-го года, примерно в 740-го года, эти стихи печатались. Уже позже биограф Тютчева Иван Сергеевич Аксаков написал, что литературная Россия обязана вечной благодарностью Гагарину. Он не только первый смог по достоинству оценить поэтический талант Тютчева, но и сделал его стихи достоянием России. Без его посредств, без его участия, вряд ли когда-либо эти первые русские поэзии увидели бы свет в русской печати. А сейчас над чем вы работаете? Ну, 2 года ковида, вот книжка. А, то есть это буквально вот вышло, да? Да, да. Ага, все, понятно. Я все время... Дело в том, что можно наткнуться на любую бумажку из семейства Бутурлиных абсолютно в любом архиве. И, кстати говоря, совсем недавно я, наверное, на чтениях расскажу. В архиве Российской Федерации я всегда забиваю Бутурлина Сергея Александровича, что выскочит. Написана записка о переходе оленями государственной границы. Я стала читать, что же это такое. Ну, оказывается, после того, как Финляндия освободилась в 18-м году, 20-22 год, были две советско-финляндские войны, и границы, в общем, твердой не было. К 25-му году возникла необходимость демаркации границы. Но проблемы разные были и как в Финском заливе, там разделить шток, заход судов. И в том числе была проблема с переходами оленей. Как финские олени к нам приходили, еле наш ягель, так и наоборот. Кроме того, хозяин должен был своего оленя отлавливать, он переходил границу. Ну, вот были разные готовые проекты, соглашения по этому поводу. И к Бутурлину, как члену комитета севера, как к знающему, во-первых, знающему северные условия, человеку, во-вторых, юристу по образованию. Ну, дали на отзыв проект. Вот интересно, какие соображения он высказывал. Напомню, что 22 сентября этого года исполнится 150 лет со дня рождения Сергея Александровича Бутурлина. А 22-24 сентября в Ульяновске состоятся седьмые международные бутурлинские чтения, где расскажут неизвестные страницы жизни и деятельности знаменитого орнитолога.